Продолжение следует... День нашей конференции. Российский региональный университет. Информатизация, цифровизация, гуманизация. У нас по техническим причинам вчера не смог выступить Николай Владимирович Медведев из Томбола. Поэтому слово предоставляется сначала ему, если нет возражений. Спасибо, спасибо, коллеги. Я рад вас всех приветствовать из города Томбола. У нас здесь замечательная сегодня погода. Я надеюсь, у вас такая же зимняя морозная погода. Правда, снега не хватает. Но вот мое выступление, которое было обозначено еще вчера, оно посвящено фигуре Витгенштейна. Речь идет о том, что вы в своем выступлении хотел бы попытаться интерпретировать Витгенштейна в терминах философии постмодерна. И тем самым попытаться посмотреть на него не только через призму историко-философского контекста, а именно связать с философией образования. То есть речь идет именно о том, чтобы посмотреть на прикладные аспекты его философии, каким образом они могут и сегодня уже показали свою значимость. Поэтому первое, на чем я хотел бы заострить ваше внимание, это то, что традиционно Витгенштейна рассматривают как фигуру такой, знаете, образцовой, аналитической философии. Вот она начинается с Витгенштейна, Фреги, Рассела. Но в то же время здесь нужно иметь в виду, что попытка, если мы рассматриваем все-таки с точки зрения такого исторического подхода и погружаем Витгенштейна не только в традицию англосаксонской аналитической философии, но и континентальной, она позволяет нам иначе посмотреть на его философское наследие. То есть в этой связи вот как раз эта предложенная мной интерпретация, рецепция Витгенштейновских идей, она в какой-то мере больше как бы осуществляется в русле континентальной философии. И, безусловно, вот это альтернативное прочтение Витгенштейна, как, скажем, его эпистемологии, как постмодернистское, оно скорее осуществлялось уже в рамках работ Ричарда Рорти, Леотара. Я вот хотел немножко об этом тоже сегодня сказать. Поэтому вот первое, что как бы возникает, по-разному, конечно, мы понимаем там Витгенштейна, что он и позитивист, что он и иррационалист, мистик, бихеверист. То есть самые разные оценки. И, в общем-то, попытки по-новому понять, интерпретировать его наследие, они продолжаются. А вот мне показалось, вот этот подход, когда мы рассматриваем Витгенштейна через, ну, как, скажем, его эпистемологию, как постмодернистскую, он весьма продуктивен. И я объясню, почему. Вот в данном случае, когда мы разбираем его раннее творчество и позднее философию, то раннее творчество мы обычно связаны с его первой работой «Логико-философский трактат». И вот в этой работе Витгенштейн как бы вот предстает в роли философа-модерниста, модернистского толка, потому что он как бы говорит о том, что нужно найти некую такую сущность как бы мира, и то, что определяет все наши убеждения. Это связывает он как раз с природой пропозиции. И свои как бы утверждения он рассматривает как окончательные, как истинные, не подлежащие как бы ни сомнению. А вот второй период его философии, уже период философских исследований, он уже как бы отказывается от попыток найти сущность языка. То есть вот эти эссенциалистские установки, он их, в общем-то, отвергает. То, чего он придерживался в «Логико-философском трактате». Поэтому он дает такое расширенное понимание лингвистического феномена, в соответствии с которым слова трактуются, скорее, значение слов трактуется как способ их употребления в языковой игре. То есть это ему позволяет как бы заострить внимание, вот используя этот термин игры, он заостряет внимание на разнообразных случаях применения языковых инструментов. И вот этот термин игры, который он использует, он скорее как бы здесь говорит о том, что игры накладываются друг на друга, образуют своего рода семью, поэтому ничего лучшего он не придумывает, как использовать понятие семейного сходства. Все неверные представления о природе языка, он зачастую связывается с таким сцентрическим подходом, поскольку мы всегда стремимся к обобщению, к генерализации, и поэтому вот эта единообразная внешняя форма слов, она и порождает эвизуальное представление об исхожем употреблении, и люди как бы всегда считают, что мы можем дать точное, строгое определение слова, это наше убеждение. И вот в данном случае австрийский философ считает, что при анализе значения слова мы должны не столько размышлять или предполагать, а скорее присматриваться к тому, как употребляется слово в разнообразных контекстах. То есть вот его грамматические исследования в поздний период, они ориентированы не на постижение сущности языка, предложения, мышления, а скорее на устранение концептуальных замешательств. То есть это связано с употреблением слов, поэтому он говорит, что нас берет в плен картина, то есть имея в виду наше сознание, потому что она заключена в нашем языке. То есть вот здесь, безусловно, его установка, чтобы должны все-таки получить ясное представление об употреблении слов. И, в общем-то, смысл философии заключается в том, чтобы бороться против зачаровывания рассудка именно посредством языка. Поэтому для философов важно уделять внимание именно способам оперирования словами. И эта, в общем-то, установка, обратите внимание, витгенштейновская, она скорее ближе к тому, что называем гуманитарным знанием. То есть вот не случайно мы говорим «естественной науке», «гуманитарной». То есть речь идет о том, чтобы философия обеспечивала то, что называется согласованную коммуникацию, понимание, ясность понимания. И, по сути, витгенштейн отказывается вот в поздний период от поисков и фундамента языка. От поисков и фундамента языка. То есть он как бы считает, что вот здесь мы должны придерживаться позиции такого семантического холизма. То есть понимать предложение, утверждает, он и значит понимать язык. А понимать язык – это значит владеть некоторой техникой. То есть нет того характерного в классической философии гнасилогизма, когда мы занимаемся, скажем, поиском твердого основания, всех наших убеждений. Основание в этом случае у него выступает скорее как практика ориентированной, такой языковые привычки, правила. То, что вот эти языковые привычки, они, безусловно, включены в более базисную как бы структуру в виде формы жизни. Он тоже об этом говорит. Но это выступает как некая техника и как нечто внешнее по отношению к нашему сознанию. То есть по существу, если вот в логико-философском трактате он проясняет условия достижения прозрачной логики языка, то в поздних работах он скорее уделяет больше внимания и такое особое внимание вопросу, как освободить грамматику от границ логики. И вот эта антифундаменталистская направленность философии позднего Витгенштейна, применяемый им контекстуальный подход к определению значения языковых выражений, это все как бы отметили философы-постпозитивисты. Но как бы много внимания уделяли этому такие мыслители, как Херсон, Уинч, а из постпозитивистов известные вам фигуры. Это Кун, Фейербан, Тулмин, Хесс, Рорти. Все они как бы осуществили, опять же, опираясь на Витгенштейн, исторический поворот в философии науки. То есть по существу результатов вот этого влияния можно считать, что они перешли от единой универсальной формальной модели рациональности к неформальной историческим и социологическим моделям. И что здесь еще также важно подчеркнуть, что Витгенштейн решительно отклоняет картезианскую точку зрения. То есть он признает философию, ну, как, скажем, так вот, если его высказывание, о котором он говорит, что, в принципе, не думайте, а смотрите. То есть потому что не надо думать того, что философия говорит именно об употреблении слов философии. То есть никакой философии второго порядка не может быть. И философии логики трактуют о предложениях и словах точно в таком же смысле, в котором мы говорим в обыденной жизни, когда происходит. Поэтому это не что иное, как попытка отвергнуть модернистский взгляд на философию как метадеятельность, как метарассказ. То есть то, о чем говорил Галиатар. То есть мы в данном случае, я имею в виду постмодернизм, это установка на именно отказ от метанарратива, от этих метаповествований. Поэтому философия просто предъявляет нам, ничего не объясняя, не делая выводов, потому что нас не интересует то, что скрыто. Вот, собственно, это его как бы позиция. Что касается постмодернистской рецепции Витгенштейна, то, пожалуй, здесь важно отметить работу, она довольно давно уже вышла, еще в 80-е годы. Это работа Яника и Тулмина, Витгенштейнова Вена. Вена Витгенштейна, вот здесь как бы рассматривают они источники его мышления, предъявляют детальную зарисовку той духовной атмосферы континентальной Европы, в которой рос, воспитывался Витгенштейн, и кто оказывал на него интеллектуальное влияние. То есть здесь как бы эта работа показывает, что континентальные истоки его философских воззрений, они несомненны. Безусловно, на него оказал влияние и Освальд Шпенглер, это немецкий культуролог. Вот автор «Закат Европы», как мы знаем, очень враждебно относился к современной научно-технической цивилизации, и вот такое же критическое отношение мы находим и Витгенштейн, в его философских заметках. Он в предисловии прямо говорит дух этой цивилизации, которая проявляет себя в индустрии, архитектуре, музыке, фашизме, социализме нашего времени, чужд и антипатичен. Я без симпатии взираю на поток европейской цивилизации, не понимаю цели, если такова имеется. То есть получается, что Витгенштейн предстает здесь перед нами как критик западной культуры, а критицизм – это тоже определяющая черта постмодернизма. То есть он рассматривает именно деятельность философов как критика культуры наряду с другими формами критической деятельности, я имею в виду критикой языка. Вот такая интерпретация, она как раз и создает предпосылки для сближения философии позднего Витгенштейна, те темы, которые мотивировали появление движения постмодернизма в западной культуре. Вот в частности Ричард Рорти в своей популярной книге «Философия как зеркало природы» он называет Витгенштейна одного из трех самых значимых философов XX века, наряду с Дьюи и Хайдгером. И он также стремится как бы подчеркнуть, что вот все эти мыслители, они исследовали основания знания, морали общества, но как бы они были против того, чтобы увековечили вот существующие в конкретный момент времени языковые игры, социальные практики или самые имиджи. И он прибегает именно к Витгенштейновским доводам. Он доказывает, что традиции Декарта, Лока, Канта исчерпал в себя. Поэтому любые разговоры об основах знаний, они являются бессмысленными. Поэтому предложенная вот Рорти постмодернистская трактовка Витгенштейна, она в общем-то и положила такое начало освоения его наследия именно как зачинателя постмодернистского движения. И безусловно весомый вклад в альтернативное такое прочтение трудов Витгенштейна внес французский философ Леотар вот в работе «Состояние модерна». Он в общем-то не ставил перед собой задачи какой-то канонической такой прочтения Витгенштейна. Он довольно свободно, изобретательно обходится с темами и аргументами Витгенштейновской философии. И он касается в основном понятий образования и знания. И вот в чем его рабочая гипотеза состоит? В том, что по мере вхождения общества в эпоху, которую мы называем постиндустриальной, а культуру в эпоху постмодерна, изменяется статус знания. То есть центральная проблема Леотара – это легитимация знания, образования в результате критика метанарратива. И Леотар утверждает, что вот эти легитимирующие, великие легитимирующие мифы или метарассказы, они распыляются в облака языковых частиц, каждый из которых несет в себе прагматическую валентность суи генерас. То есть он опирается на метки языковых игр и берет за основу своих рассуждений как раз темы Витгенштейновской и понятия Витгенштейновской философии. То есть его подход, безусловно, скорее правильнее принимать как новаторский. Это не столько, скажем, экзогетический в историко-философском смысле, он преследует собственные цели. И он как раз заостряет внимание на множестве языковых игр и направляет вот эту идею против концепции универсального разума. То есть по словам Леотара, каждый из типов сообщений он их называет, это представляет собой языковую игру со своим сводом правил, которые обуславливают их свойства применения. И он подчеркивает, что правила, они не соизмеримы. Они не сводимы друг к другу и, соответственно, языковые игры также не соизмеримы. Вот правила не содержат, указывает он, в себе свою легитеризацию. Но обратите внимание, если у Витгенштейна мы как бы обнаруживаем, что правила создаются на жизненно-практической такой основе, скорее это формы жизни людей, то Леотар настоивает на том, что правила скорее формируются на основе соглашения между игроками, явного, неявного. Поэтому он говорит, нет, если нет правил, то нет игры. То есть в этом, по сути, заключается такое новаторство Леотара. Он рассматривает понятие языковых игр как форму борьбы и конфликта. То есть метод Леотара опирается на следующий принцип. Говорить – значит бороться. В смысле играть языковые игры показывают общее противоборство или он называет это агонистику. То есть предложенным Леотаром конфликтный взгляд на язык по существу можно признать политическим в широком значении этого смысла, этого слова. Поэтому, согласно Леотару, не существует универсального мета языка. И реальность эта такова, что это неопределенное количество, опять же, языковых игр. Он одобрительно приводит здесь, кстати, аналогию Витгенштейна, что есть новые языки. Вот они присоединяются к старому, образуют пригороды вот этого старинного города. И он упоминает примеры языков Витгенштейна, химическая символика, обозначение для исчислений бесконечных малых и утверждает, что спустя 35 лет, а работа писалась, напомню, Леотаром, это 1979 год, спустя 35 лет список может существенно пополниться. В него войдут машинные языки, матрицы теории игр, новые музыкальные нотные обозначения. То есть, получается, пролиферация и расщепление языковых игр препятствует их овладению. И данное обстоятельство как раз и позволяет Леотару сделать вывод, что спекулятивная или гуманистическая философия со своей стороны вынуждена аннулировать свои функции и легитимации. Ну и вот я хотел бы в заключительной части своего доклада уже непосредственно обратиться к философии образования, которую мы сегодня можем еще назвать постаналитическое. Что это значит, постаналитическое, и при чем здесь Витгенштейн? Дело в том, что традиционно Витгенштейн мы разбирали, там, ну скажем, да, он обращик аналитической традиции. И чем это обусловлено? Ну, по крайней мере, для философии образования, аналитической. Эта фигура важна потому, что это помогало прояснить смысл, да, вот этих образовательных терминов. Обучение, воспитание и так далее. Вот это так. Это логико-семантический анализ. И он хорошо показан как раз вот у Чарльза Питерса, вот как это, в общем-то, все происходит. Но если мы погружаем Витгенштейна вот в этот исторический контекст, и когда мы пытаемся, скажем так, легитимировать вот эту постмодернистскую рецепцию его идей, то в этом случае мы способны сформировать представление о нем, скорее как о философе, уже который может задать, и он, в принципе, как бы влияет на это. Это постаналитическая философия образования. То есть тогда возникает вопрос, а в чем состоит вот эта специфика философии образования после Витгенштейна, вот как об этом говорит Майкл Питерс, она как раз состоит в том, что Витгенштейн помогает сформировать именно критическую направленность вот на анализ состояния образования. То есть, ну прежде всего, как бы основных институтов современной культуры, которые испытывают сильный влияние технонауки. Поэтому вот важнейшей задачей философии образования в наши дни стали попытки как бы найти ответы вот на этот критический вызов, который исходит из текста позднего Витгенштейна и связан, безусловно, с разрешением таких трудно разрешимых аспектов образовательного процесса в эпоху постмодерна. Ну, в виде того, что, скажем, вот либеральные или марксистские мета-рассказы, они в основном уже исчерпали себя. Границы между научной истиной и повествованием, то есть, вот этим вымыслом, они размываются. И в самом образовании сегодня господствует логика перформативности. То есть, она нацелена как бы на нивелирование вот этих различий и зачастую ориентирована на применение эффективных процедур. То есть, зачастую это то, против чего выступал как Витгенштейн, он как бы подчеркнул значимость случая. Поэтому постаналитическая философия образования, она, в общем-то, очень чутко начинает реагировать вот на эти мотивы постмодернизма. И в последние два десятилетия она приобрела вполне определенный облик. Он выражается в следующих чертах, я здесь выделил. Прежде всего, она стремится интегрировать метод анализа с другими методами исследования. И в данном случае здесь признается как раз вот Витгенштейновский тезис о том, что определение значения понятия мы должны осуществлять именно в процессе употребления. То есть, учитывать роль социального аспекта значения. Поэтому значение слова, оно встроено в социальную практику. И вот в этом смысле даже если мы говорим о знании, то знание это не просто, как говорит Витгенштейн, это рефлексия. Это скорее вот это скорее то, что мы называем социологизация вот этих процессов, то есть превращение в языковые такие в языковые практики. Второй момент, который здесь также следует подчеркнуть. Философия образования сегодня направляет свое внимание на осмысление и переосмысление феномена модернизма, то есть состояние модерна. И здесь как бы следы за установками Леотара, Фуко и философия образования осуществляет этико-политическое вопрошение о природе современных институтов, их легиметизации. То есть, насколько вот эти государственные или другие корпоративные структуры, они способны выхолостить вот то, что называем, ну как бы сокровенное в человеке. То есть, то, что определяет человека как личность. В-третьих, постаналитическая философия образования обратилась к критическому постижению социальных и культурных психологических процессов, последствий процесса рационализации. Это то, что охватило все сферы. Поэтому исследуется роль образования в проведении технической, культурной модернизации. И философия образования обратилась к обсуждению расширенного контекста обучения, воспитания, которые охватывают и политические, и экономические вопросы. И также к теории, в которых образование рассматривается не просто уже как всеобщее право на достижение личного благосостояния, да, благополучия, но как инструмент формирования человеческого капитала, который необходим для повышения конкурентоспособности национального государства на глобальном уровне. И специалисты в области философии образования очень остро реагируют на ситуации широкого распространения цифровых технологий в мире, обсуждают их место, роль в модернизации общества, позитивные, негативные аспекты влияния интернет-ресурсов, социальных сетей на процесс формирования личностей. И последний момент. В четвертых, теоретики образования, которые опираются на новое прочтение Витгенштейна, они занялись переосмыслением философии субъекта, то есть подвергнули как раз жесткой критике концепции субъект-центрированного разума, который лежит в основании либерального проекта всеобщего школьного образования. И данное направление философских исследований, оно изучает вопрос о том, в какой мере современный просвещенный субъект руководствуется в своем поведении ценностями европейского универсализма и рационализма, которые подкрепляются радикальными индивидуалистическими допущениями, унаследованными от великого рассказа эпохи просвещения. Вот осознается в этой связи угроза и этноцентризма, критически подходит современный философ образования и к феномену инаковости. И постаналитическая философия образования, она решает трудную задачу по разработке и представлению новых подходов прежде всего к тому, как формируется субъективность и личная идентичность. Мне кажется, это тоже очень интересный такой аспект. Поэтому в заключении я хочу подчеркнуть, что творческое освоение наследия Витнгенштейна, оно может стать отправной точкой для широкого обсуждения философами, педагогами подлинных и мнимых угроз, которые идут от когнитивных установок постмодернистов и прежде всего в случае их воплощения в действующие системы образования. Пока это, конечно, не пришло, но попытки, мы уже знаем, они существуют. Поэтому постмодернистская версия истолкования Витнгенштейна, она способна как бы укрепить, скажем, углубить, расширить наше понимание, значение его идей. А вместе с тем, вот иное прочтение работы Витнгенштейна, оно стимулирует развитие современной философии образования. То есть есть то, что называем такой прикладной аспект, способный сформировать именно вот новую стратегию исследования в области педагогики с опорной его идеей. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо, Николай Владимирович. Будут ли какие-то вопросы? Если у вас не включен микрофон, пожалуйста, включите, нажмите. Ну, у меня вот, может быть, два вопроса. Один связан с тем, что вчера говорилось о том, что классическая педагогика чуть ли не умерла. Да, вот постаналитическая педагогика и ее, так сказать, исследования, они как-то связаны с классической педагогикой? Постмодернистская? Да. Или это все-таки совершенно отдельная нечто? Ну, понимаете, сама идея, конечно, педагогики, она все равно сохранилась, безусловно. То есть, когда мы говорим о смысле и назначении педагогики, это формирование личности, безусловно. И в этом смысле мы говорим о том, чтобы она была свободной, она как бы реализовала себя. Это все так. Но попытки в этой связи предоставить больше возможности свободу самому учащимся определяться и родителям выбирать и определять, скажем, учебный план. Такие попытки, несомненно, существуют. Но вместе с теми, как бы здесь утверждать, что нет, как бы, вот то, что называется общей теории, которая позволяла бы сформировать и нормировать поведение учащегося. Вот этому, мне кажется, это опасность. И сама по себе вот эта теория постфондернизма, мне кажется, это пока еще под вопросом. То есть, во что это выльется, это еще не ясно. Поскольку само по себе, ну, скажем, у Фуко, да, мы находим там, где он говорит о том, что происходит с использованием государственных таких средств контроля, дисциплинарной нормализации, да, но разве это плохо с точки зрения, а чему, собственно, мы, как бы, обучаем в школе, да, вот, когда это все приходит в школу? Конечно, мы должны формировать правила поведения для учащегося. И это, в общем-то, в этом нет, я вижу, как бы, серьезной, как бы, опасности или грозы. То есть, в определенной мере, безусловно, невозможно, как бы сформировать что-то новое, без диалога там с прошлым и без опоры на эти идеи. Но сама идея ведь в чем заключается? Нет никакой генерализации, нет никакого-то универсализма. А есть вот эти частности, концептуальные какие-то несовместимые языковые установки, игры. Вот, по-моему, пока еще процесс идет того, что называется поиска. Ну, работы ЖРУ, наверное, они наиболее такие интересные вот в этом плане, где он, как бы, говорит с позиции постмодерна. Ага, спасибо. И в связи с этим, как раз у меня тоже вот такое ощущение, как у вас, что постмодернизм, он еще, как бы, так сказать, в процессе развития. В связи с этим вот еще вопрос, как выразить то сокровенное, про которое вы сказали, ну, через инструменты постаналитической философии. И насколько это возможно вообще? Постаналитическое? Да. Да, вот, мне думается, что это как раз об этом уже говорят. Это лучше всего, вот, Майкл Питер защищает вот такую отстаиваю точку зрения. Вот, в его работах как раз вот эта установка на более расширенный такой подход, попытка рассматривать именно эпистемологию Виндгенштейна, с одной стороны, как постмодернистскую, она очень хорошо вписывается. Вот, я уже говорил, что вот критика идеалов просвещения, она как раз вот связана с тем, что они недостаточно уделяли внимание элементам случайности, вот, и специфичности. И если все-таки критика она и была в классике, мы разве можем отрицать, скажем, пример, да, там, Декарта, Канта, Ницше, все это, пусть это там, но все это все равно критический запал был, но здесь как бы у постмодернистов они ведь говорят о том, что сама по себе критика не должна, не приводит нас к истине, вот к той необходимости, которая, в общем, считалась обязательно, безусловно. То есть критиковать, но при этом искать вот эту истину, какие-то непоколебимые основания. А здесь, по сути, такой установки нет, они не преследуют. То есть постмодернисты. Ага, спасибо. Вам еще тут в чате написали, или для всех нас вы, может быть, ответите-то. А мы, да, спасибо большое, для меня тоже было... Спасибо вам, коллеги, да, да, спасибо, очень рад был вас увидеть, вот, и слышать. Всего вам доброго. Спасибо большое. У нас следующий доклад Ибрагимова Радия Назимовича, дрифт от университета к ПТО, о факторе деградации. Здравствуйте, коллеги. Очень удачно прозвучал предыдущий доклад Николая Владимировича. Он позволил мне во многом сократить то, о чем я намеревался вам поведать. В частности, идея Витгенштейна о контекстуальном подходе избавляет меня от необходимости комментировать понятие дрифта. Вот, и, во-вторых, контекстуальный подход, ну, с моей точки зрения, то, о чем болит, о том и говорю, оценивать дискурс министерских приказов, ну, вообще, административных текстов. Можно долго заниматься анализом того, чего нам предлагают реформаторы. Ну, в статье инстанцию, которая ну, задает рамки существования всем вузам, в том числе региональным университетам, я называю инстанцией ФФЛ по именам первых, значит, министров, которые начинали эту реформу. Филиппов, Фурсинга и Леванов. То есть, сам по себе текст достаточно обширен, контекст же, в общем, с моей точки зрения предельно прост. Умрите. Имею в виду тот факт, что сейчас активно раскручивается инициатива лидеры России. Имею в виду, что здесь собрались представители не топ-десятки лучших университетов. То есть, я их располагаю на шкале, которую назвал любимые и нелюбимые. У нас конференция нелюбимых университетов, тех, над которыми в большей или меньшей степени давлеет опасность тех или иных санкций со стороны управляющей инстанцией ФФЛ. Так вот, с моей точки зрения, сама по себе идеология и миссия той реформы, которую мы до сих пор с вами претерпеваем, была сформулирована ошибочно. Подозревая, что все мы в общем понимаем, о чем идет речь, и надеюсь, что большинство коллег согласно закивают головами. Миссия университета вовсе не в том, чтобы производить компетентных профессионалов. Миссия университета всегда была, всегда заключалась в том, чтобы производить интеллигенцию. Казалось бы, две формулировки, не противоречащие друг другу. Я намеренно ее обострю. В настоящий момент нас заставляют производить поклонников Тимати тогда, как в идеале университет, как некая институциональная форма, заточен на то, чтобы производить поклонников Блата Акуджава. Это тем более актуально для региональных университетов, потому что, скажем, для таких стран и их университетов, как Голландия, Франция, не стоит задача заселения отчеловечивания территорий. Я сибиряк. Это огромные просторы, из которых происходит интенсивная миграция населения, в том числе миграция тех, в ком мы кровно заинтересованы. это экспорт интеллектуалов, пассионариев. У нас, например, за 2019 год, вот есть три элитные школы в городе Абакане, значит, из этих трех элитных школ выпуска в республике остались только семь человек. Это примерно сотня человек выпуска. Можно себе представить, какого рода контингент поступает и оседает в вузах. При этом правила игры таковы, что косвенно здесь мы опять Квинтгенштейн возвращаемся запрещают производить какую-либо качественную выборку. Я еще учился во времена, когда функция социального фильтра работала на все 100%. Нас драли как сидоровых и отчисляли за малейшую неуспеваемость или провинность. этой роскоши сейчас мы не имеем, потому что любая аккредитационная комиссия, приезжая в вуз, чуть ли не первым делом смотрит на показатель сохранности контингента. То, за что надо штрафовать или вообще казнить, теперь становится императивным фактором. То есть получается, что в коннотации министерского приказа нас намеренно заставляют снижать качество. Это неумолимо отражается и на социальном положении преподавательского состава. Ну, наверняка все здесь присутствующие сталкивались с прямым или косвенными угрозами значит увольнения за излишнюю принципиальность. Сейчас все в общем облегчилось в нашем университете. Почти все преподаватели за исключением блатных находятся на годичном контракте. стоит только проявить более или менее жесткую принципиальность в общем сразу встает вопрос нужен ли такой преподаватель. То есть понижается качество не только студенческого контингента понижается качество и преподавательского состава. ну и вообще сам по себе сама по себе цель существования университета как производителя неких носителей профессионально значимых качеств выводит на первый план еще одну инстанцию которая имеет очень такую рыхлую социальную морфологию я имею ввиду работодателя до реформы работодатель был в подчиненном положении он никуда не мог уклониться от соучастия в учебном процессе он обязан был принимать студентов на практику сейчас ему дали слово сейчас он якобы может сам формулировать свои претензии и он естественно в претензии что вузы особенно университеты не дорабатывают в плане создания в плане создания работоспособных компетенций но так всегда было и будет потому что вуз как некая рабочая площадка как цех по выковыванию практических компетенций всегда будет на вторых ролях по сравнению с теми или иными работодателями я не говорю о вузах топ-десят потому что там МГУ или Бауманка могут в Барани Рокску скрутить любого работодателя или по крайней мере говорить с ним на равных я говорю про про нелюбимые вузы и в этом смысле попытка приладить вузы к мифическому повторяю мифическому работодателю это фактически принуждение его к деградации до уровня ну в конце вот этого самого лабиринта я вижу лишь ПТУ как социальную инстанцию ну в общем свой пессимизм я надеюсь на коллег в достаточной степени вылил самому в общем не очень приятно обо всех этих вещах говорить потому что это больное надеюсь мы с вами поделимся обсудим эту тему готов выслушать ваши вопросы спасибо родин Азимович да коллеги давайте вопросы можно реплика ну я думаю что указания как на первый источник ФФЛ это слишком мелко так скажем да конечно они же были инструментом всего да все мы знаем откуда вообще все это шло а в общем конечно боль это понятно все мы в этом бульоне варимся да и прекрасно можно было добавить еще много 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 грустного может быть даже трагического вот не видно инструментов с помощью которых можно бороться так скажем я например на эту тему или подобную написал много статей выступал как-то на совете ректоров ничего ничего да никаких откликов никаких изменений как говорится снежный ком продолжает катиться набирать массу и все время вниз извините тоже за эмоции спасибо на мой взгляд трагедия произошла еще в 19 веке когда были усечены университетские вольности тогда еще университеты могли позволить себе сказать свое веское слово в принципе сейчас нам никто не мешает вот мы сейчас с вами все собрались у всех у нас есть профсоюзные организации есть советы ректоров в принципе что-нибудь такое буйное замутить в общем всегда можно хорошо еще Андрей Витальевич Брагин доктор философских наук Иванский энергетический университет ну я просто хочу сказать что у меня тоже реплика это общий вектор либеральных реформ население России не входит в золотой миллиард реформы эти носят внешний характер поэтому что тут говорить тут даже не то что ликвидация региональных систем образования вообще выше а шире стоит вопрос поэтому пока этот вектор сохраняется все походки вот замутить через профсоюз или еще что-нибудь это все знаете это укус комара даже это и не комар это совсем ничего поэтому значит что тут скажешь тут значит как бы сказать только Высоцкого процитировать настоящих буйных мало вот и нету вожаков я говорю что если в университете есть буйных этого недостаточно конечно у нас например в энерго скажем это прикладная магистратура которая готовит сварщиков это или не ПТУ так что нормально да но я думаю что все равно надежды есть есть разные тенденции они как бы часто могут быть еще и вскрытым виде но у вас в Сибири я так понимаю что проблема острее чем в наших к тому что отток населения как Вы сказали в европейском ну он не сильный и это тоже повод задуматься и встревожиться у нас преобладание сельского населения вот например да у нас 40% живут на селе и следовало бы ожидать что скажем демографическая кривая будет на подъеме нет уже лет 20 наверное и на селе народ не плодится и не размножается это о чем-то и говорит то есть это депрессия да у нас в центральной россии то же самое так что у вас есть фуронкул который все высасывает вы рядом с москвой находитесь у нас то вроде бы как бы себе дороже куда нибудь откачевать нет миграция есть но и восполнения нету просто до того момента когда началась реформа я еще помню студентов значит вот той поры 20-30 летней давности это были настоящие пассионарии да кстати вот у нас же неподалеку тут секта Виссариона базируется вот он к себе адсорбирует вот тех самых о которых мы мечтаем людей высокой духовности с не спящей совестью там и все такое прочее я его лично знал еще когда он был молодым город Минусинск он рядом с нами там пропорция художников авангардистов была выше чем в Москве где это сейчас все нету ну вы знаете у нас студенчество так сказать если и участвует в чем-то так сказать это тоже игровое такое участие это типа знаете там выход на какие-то эти защиту ЛГБТ сообществ или еще что-нибудь в этом роде так сказать так что это все тоже как бы сказать это игры вот именно постмодернистские это не настоящая пассионарность ну вот для меня например показателем является отсутствие стендаперов чувство юмора это тоже как бы признак высокой пассионарности их тоже нету я студентом пинаю они говорят вы у нас лучший стендапер Родин Азипович ну куда это я седой уже куда мне стендапера такая вот беда хорошо будем надеяться что ситуация будет постепенно меняться все таки впереди новые выборы стараемся давайте будем надеяться на приток новых сил давайте пойдем вот новые то как раз пугают они пугают больше чем старые смотря какие новые уважаемые коллеги давайте пойдем дальше присутствует ли у нас Элеонора Владиленовна вот я в списке ее не вижу может быть она так сказать скрывается под другим именем Баркова Баркова Элеонора Владиленова вот кстати название культура зеленого университета в преодолении тотальной цифровизации образования в регионе ведь тут то есть видимо есть но люди об этом думают ну и высказывают разные точки зрения значит тогда давайте мы пригласим Смирнова Дмитрия Александровича выступление перспективы регионального университета в условиях развития информационного общества здравствуйте коллеги может быть мой доклад прозвучит неким резонансом к тому что сейчас было сказано о том что университеты умирают ну я бы хотел здесь сказать я хотел бы начать с того что вот да может быть наша нынешняя структура университетского образования так усложняется что встает вопрос именно о региональных университетах университеты которые оказывается не вовлечены в этот процесс усложнения когда появляются скажем национальные исследовательские университеты федеральные университеты опорные университеты и университеты которые не вовлечены в этот процесс они перед ними ставит опасность выступить неким таким транзитным университетом как пишут некоторые исследователи то есть транзитные университеты которые транслируют то знание знание которое достигается вот как раз в университетах более высокого порядка и такое положение чревато для региональных университетов серьезными последствиями как правило формирующиеся потоки скажем трудовой образовательной миграции о чем отмечал предыдущий докладчик не имеют обратного направления это означает что получившие в регионе образование после своего отъезда в другие города или мегаполисы остаются там лишая возможности региону питаться теми интеллектуальными ресурсами которые были в них вложены в региональном университете и вот в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на работу великого философа современности Хосе Артега Гассета миссии университета где он как раз указывает что в основу создания университета должен быть положен принцип экономии в образовании принцип экономии как он пишет вовсе не говорит о необходимости экономить избавляться от преподаваемых дисциплин он подразумевает что при организации высшего образования при проектировании университета нужно исходить из студента а не знания или преподавателя университет должен быть институциональной проекции студента внутри которой он в частности указывает на дефицит способности приобретать знания и во-вторых на насущность на насущность приобретаемого знания для жизни вот как раз это для Хосе Артега и Гассета определяет тот минимум университета где студент учится учится быть культурным человеком и компетентным профессионалом если мы как раз признаем точность слов философа то нужно отметить то что задачи высшего образования в России и пути их выполнения в отношении регионов должны измениться процесс появления новых элементов внутри казалось бы уже сложившейся высшего образования еще не завершен это становится особенно важным если рассматривать региональный университет не столь в подчиненном положении в плане транзита лишь знаний информации по отношению к университетам других уровней в русле его переосмысления в качестве уже самостоятельного элемента высшего образования необходимость этого тем более повышается поскольку объем информации сегодня растет а структура ее распространение и потребление усложняется вот даже наша форма сегодняшней конференции показывает что действительно происходит постоянное усложнение того как можно потреблять информацию как можно с ней знакомиться и в связи с этим обращу ваше внимание еще мысленно обращу ваше внимание на мысли еще одного философа это великий философ макс вебер который в своей работе наука как призвание и профессия подчеркивал что университет считая университет именно площадкой знакомства с новыми достижениями подчеркивал что во-первых наука прежде всего разрабатывает конечно технику о владении жизнью путем расчета однако это на уровне однако если рассматривать это только лишь на уровне торговки овощами как он пишет то это будет не совсем верным наука разрабатывает методы мышления указывал он рабочие инструменты и вырабатывает навыки обращения с ним чего обычно не делает та же самая торговка овощами но на этом дело науки указывал также Макс Вебер еще не окончается мы в состоянии содействовать и в третьем а именно в приобретении ясности разумеется при условии что она у нас самих есть и вот такое практическое звучание задачи университета я думаю поможет обрести свое место и региональным университетам в этой связи следующим этапом должна стать реализация именно модели регионального университета который сможет реагировать на запросы теперь уже не общенационального а локального социального и экономического развития именно региональный университет выполняет задачу той самой обретения ясности о чем писал Вебер ее решение предлагается и в плане выхода за границы транзитного университета поскольку региональный университет может на самом деле стать который не претендует на то чтобы стать транзитным университетом должен начать реализовывать третью миссию важной особенностью которой будет именно доведение до или демонстрация студентам определенной ясности в понимании того что их самих окружает и исходной точкой для начала такого поиска может стать сформированный региональным университетом образовательный фундамент и установившиеся на текущий момент связи например с предприятиями региона по подготовке профессиональных кадров зачастую эти связи не отвечают актуальным задачам развития предприятий поскольку скажем были сформулированы до наступления во многом были сформулированы до наступления информационного общества к тому же к данному моменту значительно усложнилась структура экономики появились предприятия в новых отраслях производства они также требуют удовлетворения своих потребностей в подготовке профессиональных кадров источником новых знаний для будущих работников таких предприятий должен стать именно региональный университет как не опасается предыдущий докладчик о том что может произойти дрифт от университета к ПТУ но здесь не о ПТУ идет речь здесь идет речь именно об обретении ясности а ясность это не только лишь умение прочтить прочесть извините инструкции о том как нужно работать с теми или иными механизмами здесь именно к региональному университету со своими запросами обращаются его прежние новые партнеры я имею ввиду предприятия и такие обращения отражают новый статус регионального университета то есть тут вот даже не предприятия идут навстречу как можно было бы опасаться в случае с ПТУ идут навстречу и берут к себе работников а они сами формируют определенную повестку я имею ввиду да они формируют определенную повестку для того чтобы уже региональный университет помогал им находить пути того же поглощения информации которая происходит которая все больше появляется которая разрастается и нужно работать уже все более сложными новыми условиями и региональный университет не столько транслятор определенного универсального и стандартного объема знаний информации как это о чем мы говорим когда вот поднимаем вопрос общенациональных университетов сколько проводник задач и место реализации запросов конкретных предприятий отсюда и возникновение скажем новых форм образовательного процесса в структуре региональных университетов таких как базовые кафедры которые демонстрируют его тесную связь с реальными предприятиями в регионе например именно такую программу в своем развитии реализует в последние годы Ивановский государственный политехнический университет программа открытия базовых кафер тесно связанная с реализацией задач формирования так называемых soft skills то есть знакомства с конкретными формами производственных процессов что стимулирует студентов не столько в обучении по дисциплинам передающим им информацию помогающим логически осмысливать ее но также по дисциплинам рассказывающим о том что не может быть наглядно продемонстрировано как раз именно на уровне soft skills именно они позволяют формироваться специалистам креативно решающим обычные задачи вот в стенах того же Ивановского политеха например наверное будет проводиться на регулярной основе полидисциплинарная олимпиада политехнику skills то есть тоже стремление помочь студентам сформировать такой креативный взгляд на поглощение информации студент познакомившийся через базовые кафедры с работой конкретных региональных предприятий обретает и профессиональную гибкость служащую адаптацией к изменению условий профессиональной среды к отказу от стереотипов профессионального поведения поиску новых вариантов профессиональных задач и это обеспечивает ему пластичность и гибкость поведенческих реакций близко к вопросу создания базовых кафедр в региональном университете может быть и развитие проектной деятельности студентов Ивановский политех проводит в этом направлении широкую работу для студентов возникает возможность реализовать свои инициативы под руководством преподавателей это служит для них не только обязательной частью в образовательном процессе но и может выходить за него тем не менее столь же активно поощряется проектная деятельность стимулирует выработку студентов навыков принятия управленческого решения пробуждает интерес у студентов по стяжению прежде всего специальных дисциплин образовательного цикла и студенты участвующие в проектах могут самостоятельно выявить для проекта реальную задачу который может быть предложено а также могут оценить практическую теоретическую познавательную значимость результатов проекта во многом ставка делается именно на их самостоятельность кроме того студенты приобретают опыт индивидуальной или групповой деятельности особенно с учетом столь же важного опыта осуществления определенной последовательности действий в реализации проекта конкретно формулировки проблемы через сбор материала для решения и подбор методов к анализу и выводу в будущем участие в решении проектных задач различного плана поможет студентам взглянуть по-новому на части сложных глобальных проблем как на отражение мировых процессов поэтому приобретенные навыки принятия управленческого решения даже на уровне проектной деятельности в процессе учебы будут не бесполезны могут быть применены в схожих обстоятельствах спустя определенное время в другом месте в этом свете важным представляется и круг социальных задач стоящих перед региональным университетом он может своеобразно спрогнозировать возможный рост интереса к конкретному профессиональному образованию если будет учитывать в процессе формирования программы своего развития перспективные особенности социально-демографического плана в региональной жизни это позволит именно к моменту роста в регионе потребностей новых знаний уже предлагать абитуриентам готовые образовательные продукты в этом также будет проявляться изменение в положении регионального университета поскольку он продемонстрирует что занимает важное место в распределении новой информации такое взаимодействие региональных субъектов производства и потребления информации формирует широкий круг коммуникаций они позволяют региональному университету организовывать вокруг себя своеобразный технопарк в качестве места реализации потребностей предприятий управленческих структур учреждений образования различного уровня подготовки и переподготовки профессиональных кадров в разработке и опытном применении новых технологий а также выработке программ дальнейшего роста это воплощает еще одну важную сторону деятельности регионального университета через сотрудничество с общественными организациями университет способен находить значимые для региона социальные проблемы вместе с их активистами вырабатывать предлагать их решения поэтому он способен стать возможно дискуссионной площадкой для общественных организаций дискуссионной площадкой с одной стороны и местом научного анализа тех же самых проблем которые обсуждаются на этих площадках для экспертного их обоснования и поиска возможных путей решения вот какие я вижу задачи регионального университета что хотел бы вам сказать спасибо дмитрий Александрович вопросы пожалуйста вот Андрей Витальевич хочет задать вопрос профессор брагин вот у меня такой вопрос значит насколько я послушал так сказать у вас всякие инновационные такие предложения значит и видимо вы их внедряете в своем музее вот у меня вопрос значит у вас есть данные как значит с трудоустройством ваших выпускников кто работает по специальности если данные насколько много их трудоустроено именно в нашей области например ну если ну по тем по там по тем выпускникам по тем предприятиям вот с которыми контактирует ВУЗ я видел там достаточно выпускников то есть данных у вас конкретных нет ну конкретных нет мы же не все спасибо Дмитрий Александрович я хотел бы еще тоже спросить вот сейчас как говорилось и вчера находим дискуссии есть трудности с внедрением новых образовательных программ каким линиям вы считаете что можно такие инновационные деятельности проводить в рамках дополнительного образования как но если организуются базовые кафедры там очевидно проводится такая может проводить такая такая работа и кроме того да дополнительное образование понятно коллеги есть ли еще реплика если можно даже не вопрос скорее реплика по поводу методологии ясного мышления один такой сигнал признак логика в структуре образовательных программ вот ну по своему университету скажу логика преподается только примерно на трети специальности и направлений это при том что требования к научно-исследовательской составляющей декларативно возрастают не кажется ли вам это ну во-первых у каждого видимо своя какая-то пропорция в каждом вузе своя проблема но я почти уверен что вот этот блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин неуклонно сокращается при том мы уповаем на то что гибкость в трудоустройстве у наших выпускников должна возрастать элементарная логика вообще-то говорит о том что чем шире кругозор выпускника тем у него возможности для карьерного маневра больше тогда как сокращение блока и что меня особенно для меня особенно болезненно логика собственно говоря что такое логика это вернее наука это упражнение по логике на заданную тему сначала нужно это пройти а потом уже до Витгенштейна дорастать а получается так нафига ученому логика можно и без этого обойтись это реплика дмитрий Александрович еще тогда у меня вот вопрос насколько я помню в конце существования Советского Союза дискутировался вопрос поднимался о переходе на на шестилетнее или семилетнее образование в плане вот взаимодействия как раз с предприятиями чтобы человек приходил на предприятие и был за кем-то закреплен не сразу внедрялся то есть он бы смог свои знания истеретически сделать еще и практическими потому что вот такой практики месячной после третьего курса и четвертого ее все равно явно не хватает чтобы ознакомиться в основном считаете ли вы что это необходимый момент дело в том что сейчас как мы перешли на двухорвенную систему мы фактически пятилетние программы распилили на 6 лет как вы видите все-таки судьбу образования надо увеличивать продолжительность необходимое в связи в том числе с тем что не хватает времени просто и на общеобразовательные курсы вот и на философию и на историю наверное и на логику ну я думаю здесь есть здравый такой действительно полезный момент но как раз вот то что сейчас я и говорил о том что нужно более тесную связь с предприятиями устанавливать если она будет такая связь устанавливаться то наверное действительно четырех лет не будет хватать а ведь фактически так и происходит если скажем студент обучаясь бакалавриате значительную часть времени посвящает работе чаще всего и не по профессии но он это создает для него проблему потребления знаний вот если у него возник будет такой канал связи с предприятием во время обучения нам бакалавриате то конечно тогда не будет хватать времени но связи у него действительно нет но фактически та же связь с предприятиями есть я не имею ввиду по профессии я имею ввиду вот то что он вообще работает то есть студент готовы работать обучаясь бакалавриате и могли бы наверное и дальше учиться поняв что им недостаточно знаний только четырех лет но им приходится именно как работать и одновременно обучаться вот спасибо да сегодня экономическая ситуация очень диктует необходимость многим студентам работать одновременно учиться и нам приходится денег дополнительно не даст на еще один год они что так сказать нет они на это не пойдут если государство возьмет на себя так сказать оплачивать вот этот дополнительный год образования который бы позволит там добрать то что там не добрали это другое но я имею ввиду что государство наверное должно в этом плане тем более бизнес у нас хилы так сказать наверно очень много зависит вот в плане подъема региональных вузов их дальнейшего развития от региональной экономики если будет такой подъем у нас мы видим как торгово-развлекательные центры строятся за полгода почему за такой же срок не построить новые предприятия была бы политическая воля но это мое частное мнение а чтобы продавцом работать кстати логика особо научного познания не нужна будем надеяться что у нас будет развиваться и наук и емкие производства они действительно в каком плане развиваются но в недостаточном для того чтобы все трудоустраивались регионикам по профессии по профессии но будем надеяться что все-таки поскольку у нас ну мы знаем что индустриальные революции они начинались с чего они всегда начинались с подъема образования и то есть нужны кадры у нас кадры есть судя по всему и ну по выступлениям по нашим необходимо дальше процесс развивать я думаю что он все-таки пойдет но сегодня ведь много говорят о реиндустриализации не только России но и таких стран как Акадия потому потому индустриальные волны они идут уже 4 или 5 пятая волна наверное подъема для кого мы кадры готовим тут тоже вопрос хотелось бы чтобы для своего региона наверное я и говорю для кого мы кадры готовим но того чтобы понять для кого готовим кадры нужно и прогнозами не прогнозами а во всяком случае изучением того что будет формулировать наверное прогнозы на будущее чтобы те кто там через 10 лет придут в УЗ то есть было видно кто через 10 лет придет в УЗ вот в чем дело допустим так или через 5 лет придет в УЗ чтобы уже начинать формулировать такие образовательные продукты которые будут им интересны а это без знаний того что как развивается и информатизация экономика это невозможно и потом вот еще на такой момент обращу ваше внимание тоже Артега и Гассет свою книгу написал в 30-м году наверное тогда Испания не была такой образовательно совершенной страной как впоследствии стремилась развиться да то есть тоже стояли важные задачи перед страной но тем не менее вот он она не развивалась ну а что зато там были классические университеты в самом старом понимании классические университеты зато у них наступила франкистская диктатура и там наверное к классическим университетам относились очень подозрительно да да тот же Артега был вынужден эмигрировать и вернулся только в 46-м году насколько я помню но работа была уже давно написана то есть задача была сформулирована ну сегодняшнюю вот вы в том числе поставили новые задачи действительно и сформулировали задачи предвидения того как будет развиваться общество ну и не только предвидение но и формирование от этого будущего потому что все время есть разные тенденции включая и саморазрушительные тенденции она у нас в России довольно сильно и саморазрушение давайте все снесем и начнем заново в чистом поле строить чего-то спасибо Дмитрий Александрович если нет больше вопросов давайте пойдем дальше у нас следующее выступление тоже посвящено трансформации российских университетов при осмыслении их миссий в цифровой экономике я вот не могу точно сказать присутствует ли выступающая это Острокова Юлия Евгеньевна Зарцева Ирина Александровна если присутствует то пожалуйста вы подайте голос включите микрофон похоже что нет тогда уважаемые коллеги наши в общем-то работа подходит к концу может быть присутствующие выскажут еще вот какие-то свои последние последние итоговые может быть пожелания как по работе конференции так и по итогам ее потому что я вижу что здесь присутствуют и те кто вчера у нас выступал я еще хотел сказать что у нас в 15 часов начнется заседание экспертной комиссии оно будет длиться довольно долго и я приглашаю всех принять участие вы можете высказать еще раз свое мнение в кратком виде то что высказывали сейчас на наседании секции я думаю что за эти два дня мы выслушали и озабоченности и пожелания и какие-то новые студенции обозначенные в развитии образования и обозначились те необходимости связи с классическим образованием и трансляции в новых условиях и нравственной составляющей и необходимости скетчевого общения для образования если я думаю что на этом тогда наше заседание подходит к концу спасибо всем участникам спасибо до свидания спасибо организаторы до свидания да вам спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания